МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном. Это телеканал «Дверь сегодня» в студии над городом Кирилл Амаев. Здравствуйте. В завершении программы о том, как американцы в очередной раз спасались от бомбы, а пока официальная хроника. Губернатор догуливает санкционированный президентом отпуск Андрей Шевелев нынче в Сочи. Однако накануне у него состоялась рабочая поездка в Киморский район. Андрей Шевелев посетил Неклюдовское сельское поселение и поселок Белый городок. В Неклюдовском сельском поселении Андрей Шевелев осмотрел новый офис врача общей практики, офис оснащен оборудованием по нацпроекту здоровья. Та же ситуация и в средней школе. В планах местных властей строительство рядом и детского сада. Вопрос актуальный, так как руководство района готово предоставить в этом поселении земельные участки 20 многодетным семьям по новому областному закону. Я дал возможность. Заявляйтесь в программу, и мы готовы помогать. Выбирайте проект, считайте, заявляйтесь, и 90 на 10 делаем. В Белом городке губернатор наблюдал несколько иную картину. В плачевном состоянии оборудования водозабора власти договорились о том, что муниципалитет активизирует работу по подготовке проекта строительства новых сооружений. Что-то похожее наблюдается и в Белогородской школе. Практически отсутствие крыльца, отсутствие нормального водостока, запущенный стадион, хоккейная коробка, которая так и не заливалась зимой. На все это у нас закрываются глаза. И все время говорят, что у нас нет на это денег. Школа говорит, что нет района, денег не выделяют. Района говорит, что школа ничего не хочет делать. Ситуацией в Белом городке губернатор остался недоволен. Я думаю, к сентябрю мы вернемся сюда и посмотрим волнение поручений. Сразу скажу, что я согласую, мы проведем некоторые проверки. По эффективности использования финансовых средств, посмотрим по распоряжению имуществом. Если это управление действительно, ну, все бывает, да, объективная ситуация, да, обязательно помогу. Да, если это просто разгильдяйство, значит, будут приняты кадровые решения. Впрочем, во время рабочей поездки в центре внимания оказалась и Белогородская судоверфь. Как отметил Андрей Шевелев, область готова отстаивать интересы предприятия на федеральном уровне. В ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве. Тем временем в Твери началась кампания по промывке канализационного коллектора на Волоколамском проспекте. Начало этих работ жители на бульваре Цаново и депутат Тверской городской думы Елена Юлегина добивались почти год. Промывает трубы дедовским еще способом – водяной струей под высоким давлением. После промывки в коллектор отправляют робота с видеокамерой. Промывка проводится ночью с тем, чтобы не создавать помех автомобильному движению. На данном этапе промоет только коллектор на Волоколамском проспекте. Однако уже сейчас в Тверском водоканале планируют следующую промывочную кампанию. Руководство предприятия намерено обратиться к депутатам с предложением о совместном финансировании работы. Во-первых, я приятно удивлена. Мы увидели совершенно современную технику. Мы увидели современные методы работы. Мы увидели крайнюю необходимость этой работы. Мы увидели ее результаты. С этой проблемой столкнулся, придя на должность работы в Твере водоканал. Уже с декабря месяца было ясно, что необходимо мыть коллектор на Волоколамском проспекте. В ходе предварительного обследования специалистами ВК-сервиса из Петербурга было понятно, что коллектор местами достаточно серьезно засорен. Мы пригласили их на прочистку этого коллектора. И вот результаты вы видели по результатам телеинспекции. Представлены были результаты прочистки. Сегодня уже достаточно продолжительный участок коллектора. Это, наверное, практически 20%. Длины общей представляет из себя отлично вымытый коллектор без каких-либо препятствий для протекания канализации. Безусловно, мы закончим эту работу, начатую по данному коллектору. Я уверен, что результатом станет отсутствие подпора в многоквартирных жилых домах. Ну и еще из городской жизни. Мало кто из горожан, гуляя теплыми осенними вечерами по паркам и скверам, откажет себе в бутылочке пива. О зонах трезвости и двойных стандартах со специальным репортажем наш корреспондент Елена Глушкова. Самыми популярными местами отдыха горожан являются так называемые зоны трезвости. Название весьма условно. Попить пиво в зоне трезвости можно в любом летнем кафе. С наступлением тепла, как грибы после дождя, в парках и на набережных выросли летние кафе со стандартным меню – шашлык, мороженое, пиво. Из 44 традиционных мест расположения таких кафе половина уже занята. Предприниматели проверки прошли и необходимое количество баллов набрали. Но вот от продажи пива так и не отказались. Уж больно лакомый кусок. Основной, главный критерий, наверное, то есть отсутствие пива. То есть, ну, может быть, тот, кто любит попить пиво, это не совсем понравится, но принимаю во внимание, что все-таки мы настраиваемся на то, чтобы меньше вот этого было употребления, потому что, ну, в Твери это достаточно сложная ситуация. Переломить ситуацию пока сложно, и все у нас субъекты, они, естественно, будут пивом торговать. То есть, безалкогольных кафе летних? Безалкогольных практически, да, получается, пока нет. И, видимо, не будет, пока отсутствие пива не станет действительно основным критерием для открытия летнего кафе. Но это еще полбеды. Если пить пиво в летнем кафе в зоне трезвости хотя бы легально, то нечистых на руку предпринимателей незаконные способы также не смущают. Вот объявили мариант зону трезвости. А прошло время, в прошлый раз в выходной, в курсах, пиво продается. Хотя таблички на входе везде стоят. Разбивать, продавать, что-то еще стоит ныне. А пиво продается. Квас не мог найти, а пиво, да сколько хуже. На этот случай управление потребительского рынка совместно с прокуратурой готовит проверки. Второе объем, которое находится вниз в лестнице, в ассортименте, заявлена белокогольная продукция. На следующей неделе у нас запланирован анализ работы всех летних кафе, которые прошли через комиссию. В том числе будет проверяться исполнение обязательств, которые они давали в своих заявках при участии. И еще повторюсь, анализ будет проведен совместно с сотрудниками администрации города. Также мы хотим пригласить возможную прокуратуру, еще какие-то органы правоохранительные. И к тем объектам, которые будут нарушать. Они уже нарушали, вот мы сейчас слышали, вот они уже нарушали. То есть мы все ждем анализа, а в это время у нас народ спивается в городском саду. В общем и целом тенденция последних лет остается неизменной. Достаточно много составлялось протоколов в прошлом году. И в общем-то привлекались к ответственности те, кто находился с такими емкостями, где нельзя было распивать пиво. И правда наказание небольшое, там тоже от 500 до 1000 рублей. Но это тоже как бы мы говорим о том, что не основное наказать, а основное говорить, что здесь пить нельзя. И мы подвинули сами муниципальное образование на то, чтобы они такие зоны определяли. Парадокс в том, что зоны трезвости определены, но на законодательном уровне нигде не закреплены. Парк Победы, Твероксвятская, Бульвара-Атищик. Вот до сих пор, мы говорили с вами, и до сих пор нормативно, никакими нормативными актами это не проведено. Не проведено. Я считаю, что мы должны направить в республику администрацию, и к этому вопросу мы обязательно вернемся на следующем заседании. Поскольку второй пункт, что двое или третий, только разговор о зоне трезвости, зоне трезвости. И до тех пор, пока городские власти официально не пропишут статус зон трезвости, последние так и останутся зонами беспробудного пьянства. С 1 июля этого года пиво будет приравнено к винно-водочным изделиям. И те запреты, которые сегодня распространяются на продажу винно-водочных изделий, они будут распространяться и на пиво. Ну, там, за исключением некоторых моментов, которые еще там дается послабление до 1 января 2013 года. Там продажа из стационарных пока еще разрешается, в помещениях, там, ну, еще ряд моментов. А так, конечно, будут меры, которые ужесточат и продажу пива. Это на федеральном уровне. В настоящее время депутаты Думы рассматривают городскую программу на этот год «Тверь. Территория здорового образа жизни». Среди спортивных и развлекательных мероприятий, предусмотренных программой, нет ни одного упоминания о проблемах так называемых зон трезвости. А вот улица Трехсвятская в скорости может лишиться своей знаменитой рыбы. Страсти по этому поводу в умах горожан кипят уже три недели. Мы тоже в стороне не остались. Дом номер 32 на Трехсвятской. Каждый из нас тысячу раз прогуливался мимо, но далеко не все знают или помнят, что когда-то здесь располагался первый рыбный магазин в Твери. Старые дома зачем стоять здесь? Подремонтировать, подкрасть. Я вот 78 лет в этом городе живу. Мне лично жалко, когда старые ломают. Он не нужен здесь в центре. Тем более в центре, где люди отдыхают, гуляют здесь, строят центр для того, чтобы здесь толпа всегда была. Нет, он не нужен здесь. Просто реставрировать это здание старое, оно вписывается. Иван Петрович более 60 лет живет в Твери. Немного горько говорит он, что это памятное для многих тверетян место скоро исчезнет. Он функционировал всегда хорошо. Другими словами, народ очень дорожил этим магазином. Очень-очень. Вот четыре района в Твери из всех районов приезжали, потому что рыбка всех сортов была. Абсолютно всех сортов. Другими словами, считался центральным родным магазином. Ценность постройки в памяти людей, уверен архитектор Алексей Жоголев. Люди старшего поколения до сих пор помнят аквариумы с рыбой, расположенные в магазине. Однако исторической ценности это здание не несет. На мой взгляд, это здание ценности, особенно своими конструкциями, не представляет. Более того, сегодня в формате улицы Трехсвятской оно несколько проваливается по своей этажности. Это единственное практически. Ну, может, не единственное, но единственное в окружающей этой застройке здание одноэтажное. Долго это место пустовать не будет. Здесь появится новый очередной торговый центр. Три этажа с мансардой. Внутри у нас будет каркас, который будет держать всю жесткость здания. По периметру кирпичные стены. Фасад будет облицован облицовочным кирпичом и керамической плиткой. Здание должно быть достаточно современным, потому что любая эпоха должна оставлять свой след. Во времени нельзя исключительно подделываться под XIX или XVIII век. Здесь нужно находить баланс контекста и современности. Функции, которые будут в нем размещаться, должны быть настолько интересно отыграны, чтобы просто ожила улица. В итоге вместо рыбы взору тверетян предстанет торговый дом под названием «Луна». На верхних двух этажах расположатся магазины на первом кафе. По плану новый магазин построят всего за 10 месяцев. Дверь «Универсал Банк». Устойчивая в динамичном. О пожарных. Они проезжают отмочить то, что до них кто-то отжег. Звучит, конечно, оригинально, но, по сути дела, так оно и есть. Елена Глушкова наблюдала за тренировками пожарных. Внимание! Марк! Лучшая тренировка – это соревнования. Конкурс на лучшего по профессии проходит в Твери ежегодно. Конкуренция не шуточная. За первенство борются около 200 сотрудников пожарных служб Тверского региона. Здесь приезжают лучшие, которые были отобраны в своих подразделениях. Номинации у нас рассматривают сегодня четыре. Это лучший начальник караула, лучший пожарный, лучший диспетчер и лучший командир отделения. Уличный состав у нас принимается, состоит из трех этапов. Это сдача физической подготовки, сдача непосредственно профессиональных нормативов по пожарно-строевой подготовке и профессиональные знания, то, что у них были получены за год, это профессиональная подготовка в теоретической части. Халтурить и отлынивать тут не принято, ведь от таких тренировок напрямую зависит качество ежедневной работы. Так что не сдавшие нормативы с первого раза делают это снова и снова. За три года работы в пожарной охране, участвую в данном конкурсе на лучшую профессию уже второй раз, готовимся в течение всего года. Каждые дежурные сутки сталкиваемся с этим, и с теорией, и с практикой. Постоянно нужно тренироваться. Нужны, конечно, для развития скорости, чтобы выносливость была у пожарных, чтобы они могли свою работу выполнять очень быстро, чтобы были на высшем уровне, показывать свою работу. Рассчитываешь сегодня стать лучшим в какой-нибудь комбинации? В подтягиваниях. Кроме подтягиваний, нужно быстро подниматься по штурмовой лестнице на четвертый этаж, уметь вязать узлы и спасательные петли, чинить рации и передатчики. По результатам конкурса «Лучший из лучших» получат не только грамоты и премии, но и подтвердят свою хорошую репутацию пожарных, которая по нашим временам на вес золота. О спорте коротко. Впервые тверскому тренеру по волейболу присвоено звание заслуженного тренера Российской Федерации. С этим событием Ольгу Плеханову постаравил глава города Владимир Бабичев. На встрече глава Твери и Ольга Плеханова поговорили о перспективах волейбола в Твери. По заявлению Ольги Плехановой, в Твери именно женский волейбол сами спортсмены признают неохотно, потому и относятся к нему несерьезно. А между тем тверичанки есть и в сборной России. Отдельно обсудили отсутствие места для тренировок. В областные спортивные объекты городские команды на тренировки пускают неохотно, а школьные залы заняты уроками физкультуры. Владимир Бабичев отметил, что тренировочной базой тверских волейболисток вполне может стать спортзал ТТУ. В ближайших планах – участие осенью в спартакиаде северо-западного региона, где наша команда планирует войти в тройку лидеров. Перспективы. Сейчас растет следующая команда. Младшенький, 99-й, 2000-й год рождения. Перспективы. Конечно, хотелось бы выступать очень хорошо, на первенство России. То есть пока не удается. Девчонки способные, хорошие. Вот хотелось бы из них кого-то подготовить и вырастить. Таких же чемпионок мира, олимпийский чемпионок. Ну, раз у нас уже в городе есть заслуженный тренер по волейболу, то, конечно же, нужно предоставить нормальные условия для тренировки нашей волейбольной женской команды. И мы найдем возможность такой зал найти. Это зал трамвайно-троллейбусного управления. Это наше муниципальное предприятие. И, конечно же, мы безвозмездно предоставим этот зал для занятий спортом. Культура. Тверские куклы нынче отправились отдыхать. Завершился очередной театральный сезон. Анна Шевчук с итогами. Галдеж, скакивание, смес, смех и крики. Обычная картина перед спектаклем. В зале сотни школьников. На сцене дюймовочка. Отличный подарок перед школьными каникулами. 68-й театральный сезон закрыт, но служители театра не спешат расслабиться. К новому сезону они начинают готовиться с лета. Режиссеры, драматурги продолжают писать пьесы. Конструкторы и художники сейчас готовят новые куклы. Актеры, которые внедрят в жизнь этим куклам и свой характер, с завтрашнего дня приступают к репетициям новых спектаклей. Зрители с каждым годом приходят все больше, говорит директор театра кукол. Пополняется и репертуар. Планируется восстановить спектакль для взрослых, который в лету и называется по просьбе многих зрителей. Ну и вводится в эксплуатацию еще три новых спектакля. После летних каникул увидеть премьеры и посмотреть уже полюбившиеся спектакли можно с середины сентября месяца. Ну и в завершении программы. Необычная причина привела к экстренной посадке самолета одной из американских авиакомпаний. Гражданка Франции, уроженка Камеруна, во время полета передала экипажа записку, в которой утверждалось, что в ее тело якобы имплантировано взрывное устройство. Террористку скрутили сами пассажиры, затем находившиеся на борту медики осмотрели подозрительную особу, но никаких следов недавней хирургической операции на ее теле не нашли. После приземления на борт поднялись представители службы безопасности. В результате взрывного устройства в самолете обнаружено не было. На этом все. Хотя стоит сказать о том, что на нашем телеканале выходит новая программа, мы решили назвать ее «Смотрите Джаз». Итак, в субботу в 20.00 смотрите Джаз. А пока короткий фрагмент этой программы. Удачи! Смотрите продолжение в следующей серии. Ипровизация, как вы верно заметили, это, конечно, определяющий, один из самых определяющих факторов джазовой музыки. Но помимо этого есть еще вкус, музыкальный вкус. Хэрби Хэнкок играет, наверное, стандарты, но старается играть свою музыку. Я помню первые диски Хэнкока, значит, там он конкретно стандарты играл, очень простые, прозрачные. Ну, из меня джаз с самого рождения звучал, когда я ничего еще не понимал. Я родился в семье, просто, ну, дикально. Мне отец преподаватель. АПЛОДИСМЕНТЫ Дверь «Универсал Банк» устойчивая в динамичном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА